приветствую всех любителей мизматики на моем канале сегодня меня обычное видео вернее необычная покупка не свойственно для меня был я недавно на балашином рынке увидел там продавца открыток я там подошел посмотрел и среди прочего увидел у него боны в общем я купил боны в первый раз сразу хочу сказать что в бонах я не понимаю вообще ничего купил я просто как эксперимент посмотреть купил они для коллекции купил для того чтобы перепродать на этом заработать вот хочу вам сейчас показать что мне удалось приобрести и сколько я за это заплатил ну что же поехали сначала я купил вот эти вот боны германия это мы посмотрим в самом конце купил я вот так вот целый стопкой также купил единичные боны это китай даже не знаю сколько это юаней но больно ведь новая китайский я к сожалению не владею это опять китай кстати на рисунке нарисован самолет и напечатан самолет ли 2 либо крайне мере очень него похожий самолет почему я это знаю потому что я несколько лет работал на авиационном заводе где в годовой войне такие сорта собирали и там стоял такой самолет на как памятник и я свое время его хорошо изучил кто не знает ли 2 это самолет который переделан с американского от дугласа по лицензии конструктором лесу новым поэтому называется ли 2 скорее всего или индонезия 50 trails или таиланд новая такая вот была также 100 рублей российской федерации 1993 года такая вот банкнота но я не думаю что это что-то ценное или что-то очень редкое я вообще не думаю что я буду что-то редкая хотя кто знает как живет я купил банкноту и рака времен садама хусейна 25 динаров такая вот банкнота это вот или китай или вьетнам 111 юань или юа юа уау точно не уверен кто знает пишите я вообще не знаток по банкнотам это соответственно 2 юа уау и в общем продавец сам не знал что это такое я купил потому что на вид вам это очень хорошем состоянии практически новые и как говорил я уже в прошлом купил я вот такую вот стопку банкнот германии разных периодов в основном это период двадцатых годов ваймаровской республиках сразу после первой мировой войны вы знаете германия войну проиграла подписала капитуляцию должна была выплачивать очень большие репарации вследствие чего тогда была очень большая инфляция в германии то есть были много банкнота вот тут вы видите 5000 марок например это еще более менее нормальная цена за банкноту 1922 года вот уже 20 тысяч марок это уже 23 год еще пока двухсторонние банкнот этого порвано оказалось еще вот такая же 20 тысяч марок потом уже пошли 50 миллионов марок если кто читал ремарка роман три товарища по моему или какой там был там описано именно этот период в германии когда люди работая получали зарплату должны были до обеда пойти потратить деньги потому что после обеда цена на продукты повышались то есть можете себе представить что было гиперинфляция на тысячи процентов если есть такие богаты 50 миллионов марок я видел даже миллиард марок или вернее слышал что были банкноты в миллиард марок то есть тогда ситуация в германии было очень и очень тяжелый 10 миллионов марок 23 год здесь же банк на только односторонние печати нужно на краску экономили 10 миллионов еще одна 10 миллионов опять 5000 марок опять 10 миллионов может другого типа почему-то тоже односторонние даже куда номер отпечатан видны от машины номер банкноты хотя вряд ли 3989 здесь номера нету нигде нет есть вот 06011 и последних два лота это 100 марок и 1000 марок но это уже до первой мировой войны то есть 100 марок вот они 1908 года такие вот так вот они тоже в очень хорошем состоянии это вот 1000 марок сделаны с такой приятной бумаги здесь у нас 1910 год всем банкноты я купил не для того чтобы половить в коллекцию потому что в принципе бон и меня не очень интересует я купил для того чтобы заработать как я уже говорил я выставлю их на аукцион и посмотрим почему удастся их продать потому что всего за все эти боны за все вместе я заплатил 15 евро то есть она небольшая поэтому не думавшись какие-то редкие есть варианты скорее всего бы заработать тоже тассы не очень много аукцион будет скорее всего в июне как продастся сделаю краткий обзор покажу сколько удалось на этом заработать если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал всем спасибо и пока